Так, хочу коротко рассказать, что такое статодинамика. Это личное ведение от меня по А. питанию, Б. физической подготовке. Плюс обучение тому, как правильно конструировать свой тренировочный план, чтобы получать максимум и при этом не перегружаться, не ловить так называемый перетрен, не травмироваться и прочее. Вот, в принципе, это я повторил то же самое, что сказано на сайте. Теперь как-то своими словами. Первое. Я мечтаю, если честно, чтобы СНФ прошел каждый. Особенно, когда я вижу ребят, кто явно борется не в своей весовой категории и плюс ко всему не имеет той физической силы и выносливости, которую он легко мог бы развить, подчеркиваю, легко. Окей, да, те, кто делали статодинамику, сейчас поулыбались, но статодинамика, она, само по себе, это тяжелые тренировки, не будем скрывать. Но, как бы, это не годы работы, да, статодинамика вот такой вот дает взрыв силы и при этом выносливости, борцовской выносливости за очень короткий период времени. Это раз. Второе. Показатель соотношения жира и мышц. Это очень важно. Как бы жир не помогает вам бороться. Вообще никак. И жить тоже не помогает. Что самое главное. Ничего хорошего для вас в нем нет. Кроме случаев, когда вы долго голодаете. Но, в целом, это сейчас не очень актуально. Слава богу. Поэтому наша задача сделать такую штуку, как рекомпозиция. Сжигать жир и параллельно наращивать мышцы. Это реально. Есть миф о том, что так можно только с новичками, но нет. И с новичками, и с опытными спортсменами это работает одинаково. Главное все делать по науке. Здесь мы переходим к следующему моменту. Все, что там дается. Это, конечно, с одной стороны, было неоднократно проверено на себе. Но, с другой стороны, это все научно обосновано. Абсолютно все. Короче, личное ведение. Контроль по питанию ежедневный. Контроль по тренировкам. Куча теорий, которые позволят раз и навсегда разобраться с вопросом, как нужно питаться спортсмену. Так, чтобы при этом не отказывать себе. Вот я сейчас сижу в футболке, не знаю, читается или нет. Синха – это одна из основных марок пива в Таиланде. Вот. Купил, ну, вообще я люблю Таиланд, да. И, ну, то есть, как бы такая. Так, если ты хоть раз съездишь или там был дорогой завесель, то ты понимаешь, что Синха там везде. Вот, я просто прикололся, купил. Вот. Но, вообще, это сейчас символично, что я рассказываю про вот такие штуки в майке Синха, потому что, как бы, мы не должны отказывать, если мы говорим про питание себе во вкусном, там, сладкое, там, даже алкогольное и так далее, да, если хочется. Без алкоголя, конечно, всегда лучше, но и с ним не всегда хуже. Короче, вот мы в этом себе отказывать не должны, иначе будут срывы. И вот то, как построен тренинг, он построен на том, чтобы ты добирал все, что тебе нужно, чтобы максимально хорошо восстанавливаться, чтобы хорошо наращивать мышечную массу, чтобы предохранять себя от лишних травм, чтобы у тебя была сила, энергия, причем не только на тренировках, но и в твоей повседневной жизни. И при этом ты понимал, как туда впихнуть тортик или какой-нибудь лагерь. Вот. Это все реально, это все работает. Спросите вот у коллег, которые уже проходили. Если когда я запускал первый или второй поток СНФ, то могли быть вопросы, то сейчас вот вы знаете этих людей лично, подходите и спрашивайте, как бы, как оно. Вот. Мне, я начал с того, что мне очень хочется, чтобы все когда-нибудь прошли СНФ. Блин. Ну, потому что я понимаю, насколько это нужно. Насколько вам будет легче бороться. Насколько вам тренироваться будет легче. Насколько круче на схватках. Вот Паша тогда рассказывал, как ему уже какая-нибудь сила появилась, я помню. Для меня это такая была вообще обратная связь. Еще в порце в середине тренинга, что он прям может взять и вот так вот давить, давить, давить. Как бы, да. Что-то раньше он как бы брал позицию, а потом она у него рассыпалась, как бы, потому что не хватало силы удержать. А тут, понимаете, он берет и держит, да. Вот. Другой момент, вот, я не знаю, с Италием, когда боретесь, как бы, ну, человек белый пояс, да, борьбой раньше не занимался, как бы. У него такие осанки, что там как в каменную стену просто упираешься. Причем, ладно, как бы, мы с Рустамом обсуждали, как бы, что там как будто вырезался и все, и разбился об этом. Ну и так далее. То есть у нас как бы, вот, как бы, с одной стороны, вроде можно обойтись только одной техникой, а с другой стороны, как будто бы для соревнований, чтобы получить, знаете, чтобы получить максимум от соревнований, максимум удовольствия от соревнований, нужно получить максимум результата. Чтобы получить максимум результата, мы должны брать все факторы, да, все факторы. И наша физуха, и наше общее состояние тела, и то, насколько грамотно мы тренировались, а подчеркну, что еще одна из тем СНФ – это как строить тренировочный план. Вот. Это то, как я строю его для себя, я вот учу так же. Это, вот, как бы, это нужно, да, это нужно не только для соревнований, а просто, вот, как бы, это жизнь делает лучше, и тренировки, и жизнь в целом. Потому что, когда, как бы, ты, вот, перестраиваешь питание, вот, по-научному правилу, не отказываясь себе при этом во вкусняшках, но просто, вот, перестраивая его, да, ты, ты, у тебя сил становится больше, да, просто становится больше на все вообще. И я вот, когда вижу, когда ребята такие, я пойду выступать, конечно, я поддерживаю всем сердцем, потому что всегда нужно идти выступать, и как только появилась-то мысль, уже можно идти выступать. Но если ты придешь выступать еще и в хорошей форме, вот прям вот как заряженный, как этот, смотрел там, Гайя Ричи, операция «Фортуна» на этих выходных, говорит, нельзя заливать рыбий жир в бах Феррари, да, вот, ну, это как бы, вам нужно сначала, а, сделать Феррари, и, б, заливать оттуда потом туда только, не оттуда, туда отборное топливо, вот. Как-то так. В общем, это такой крик души, на самом деле. С точки зрения маркетинга, наверное, отвратительное видео, но вот по факту, блин, ребята, это так. Так что, я рассказал то, что хотел.